Привет, дамы и господа! Несмотря на то, что у нас вечер, на часах у меня 7-15 вечера, вот, зашло солнышко, только что прошел дождь. Итак, сегодня у меня, можно так сказать, завершающий этап экспериментов над питанием производителя компании SuperSET, производителя спортивного питания, что у нас сегодня будет. Как я и обещал вам, попросил я у них сырье, образцы сырья, которое они используют в приготовлении спортивного питания. Вот они мне прислали 4 образца сырья, как они меня уверили, что сырье действительно то, которое используют они, что взято оно из больших мешков, которые к ним приходят на склад. Но единственное, здесь нет соевого сырья для соевого протеина, то есть нет соевой муки, так скажем. Здесь у меня первое, это яичный сухой белок, а без сахара иметь, казенат натрия, лактонатен называется, лактопрот. Лактамин-80, концентрат сывороточного белка. И концентрат сывороточный белковый, полученный методом ультрафильтрации. Я понимаю, что камера у меня не передает настолько изображение, чтобы можно было прочитать на бумажке. Но, увы и ах, снимаем так, как снимаем, вам остается только поверить мне на слово. Мне тоже как бы нет смысла врать, потому как это видео я снимаю для того, чтобы доказать или, может быть, опровергнуть свою точку зрения или доказать вам свою точку зрения, что Суперсет действительно производит протеин из качественного сырья. И поэтому я попросил у них образцы, где-то грамм по 150-200 они мне прислали. Ни к чему это меня их не обязывает. И поэтому, вот, давайте я это сделаю. Игорь Гостюнин, по-моему, варил протеин, если мне он не изменяет память, в чайнике. А я буду варить протеин, тоже пойду необычным путем. И варить я его буду в микроволновой печи. Итак, я налил 4 кружечки воды. Есть у нас мерная ложечка от компании Суперсет. Их же протеин мы и будем этим мерной ложечкой насыпать. Итак, берем первый образец сырья. Это яичный сухой белок обессахаренный. Беру мерную ложечку одну и засыпаю в стаканчик. Все сырье, конечно, нет смысла мне использовать. Остатки я выбрасывать тоже, конечно же, не буду. Может быть, я захочу произвести комплексный протеин, а потом его употребить. Беру вилочку и размешиваю весь этот яичный белок обессахаренный. Но он, естественно, плохо размешивается. Вот он такую в кашицу превратился. И давайте методом воздействия на белок температурой попробуем изменить структуру этого белка. Структуру молекулы белка. Ну вот, а теперь давайте попробуем под воздействием температуры. Посмотрим, что у нас произойдет с яичным сухим белком обессахаренный. Ставлю на самую высокую мощность, на 2 минутки. Больше не нужно. Думаю, нам будет достаточно, чтобы понять, свернется ли этот белок или не свернется. И есть ли там белок, если он свернется, то, естественно, он там есть. И мы увидим, есть ли там белок или нет в этом сырье. То есть, качественные ли используют они сырье яичного белка, бессахарного или некачественные. Ну, здесь, естественно, даже если у нас эксперимент провалится и окажется, что никакого сворачивания не будет, то, естественно, вины суперсета в этом нет. Это лишь вина производителя, который поставляет им сырье. Также, я думаю, этот эксперимент можно отнести к некоторым другим компаниям, которые пытаются производить в России спортивное питание, потому как я уверен, что все сырье они берут из одной, двух, трех точек. Поэтому, думаю, что они используют именно это же сырье в производстве своего питания спортивного. Еще у нас минуточка сейчас будет. Ну, вот он грянул выстрел. Посмотрим, что же это за сырье яичный, а бессахарный белок. Вот он. Действительно качественное сырье. Вот оно превратилось в такую шапку творожную, яичную. И, естественно, осталась водичка. Это у нас был первый образец сухой яичный, а бессахарный белок. Давайте я уберу уголочек. Отрем белочку. И сейчас у нас будет испытание другого сырья, который использует производитель спортивного питания Суперсеп. Это Казиенат натрия. Вот так вот аккуратно запечатано. Не подумайте, это не героин. И не кокс. Вот они. И большого мешка мне этикеточку прислали, чтобы я не запутался, что где. Берем верную ложечку и засыпаем также в кружечку с водой образец Казиената натрия. Мы также не будем выкидывать, потому что это будет второй наш компонент в приготовлении нами комплексного протеина. как мне многие пишут. И, наверное, тебя спонсирует Суперсеп. Да, вот это была спонсорская помощь производителя Суперсепа для меня. Итак, сейчас будет контрольный звонок для окончания испытания второго сырья. Лактонатен Казиената натрия. Посмотрим, что с ним произошло. Под воздействием температуры. Ага. Переборщил я двумя минутами. Вот в такое вот у меня превратился в сыр. Как клей такой. Ой, господи, что мы едим, а? Ну, в общем, я думаю, я, конечно, хотел эти все образцы оставить, чтобы в конце показать их. Давайте. О, блин, он прилип. Возьму я блюдце и поставлю я эту кружечку на блюдце. Секундочку. Вот так получилось у нас такое вот испытание. для Казиената натрия, для сырья, из которого производят Казиин. А мы давайте потихоньку перейдем к всеми известному лактамину 80. Лактамин 80 продают в интернете многие как самостоятельный продукт. и понимаем никаких присадок, никаких добавок. Он и так шикарен. Вот, посмотрим сейчас, есть ли в нем белок. медленная ложечка у нас засыпается в стаканчик с водой. Походу не получится у меня комплексного протеина. Что-то я после резиноватой натрия боюсь все это смешивать. Еще отравлюсь. И не будет у вас больше канала, домашняя качалка. Итак, это вот Казиин 80 это у вас третий испытуемый. Сейчас мы его размешаем. Ну, скажу сразу, он намного бодрее размешивается. Блендером так, наверное, вообще отлично размешается. Вилочкой, конечно, не очень. Имеет вкус молока. Не буду я, пожалуй, ставить на 2 минуты, мне кажется, это много. Давайте на полторы минуточки поставлю. Вот видите, что с Казииноматом натрия получилось. Практически клей. И пахнет, как клей. Костный, костный клей. У меня бабуля раньше раньше не было возможности покупать разную мебель, как сейчас. И у меня бабуля ремонтировала мебель сама. Брала костную муку, варила ее, и получался костный клей. И клеила. Там табуретки, стулья всякие. Отец так же делал. Что удивительного, если из муки варили клей. Что удивительного, что из костной муки варили клей для дерева. Ничего в этом нет удивительного. Пока ничего не происходит с лактамином. Может быть там вообще белка нету. Может быть это блеф. С лактамии 80. Отличный белок. 90% Здесь не написано сколько. Написано сывороточного белка. 80% Но за полторы минуты. Ну вот он свернулся. Вот так. Но не сильно. Ну давайте для честности еще на минуту подставлю. А то скажите, Яичный белок и казеинат чуть ли не по две минуты был. Чуть ли не две с половиной. Казеинат натрий. Почти что две с половиной или три. Не помню. А бедненький лактамин побыл всего лишь полторы минуты. Ну посмотрим сейчас что с него будет. И четвертый, последний у нас на очереди будет концентрат сывороточный белковый полученный методом ультрафильтрации. 55% белка в него. Это я подозреваю, что сам вот эту сывороточный Протеин, который у них. Которым 50% белка. Это вот наверное он есть. Добавят сюда витаминки. Какие-то вкусовые. Ну вот, вот он лактамин как. Свернулся. Практически чуть-чуть свернулся. Вот как творог. Но не сравнить конечно с яичным. И давай последний проверим. Концентрат сывороточный белковый. Сверстый. Посмотрим, победит ли он первый образец. Посверкаем ли он или нет. Или у нас все-таки яичный белок самый качественный окажется. Не могу я закрыть мешочек. Это у нас четвертый образец. Тоже с трудом перемешивается. Такой кремовый желтый цвет. Так у соевого молока. Вкус так ничего прикольный. Все, ставлю так же на 2 минуты. Итак, ждем последний, четвертый звонок. С сывороточным концентратом. Что с ним произойдет. А я пока покушаю. Арахисовые орешки. Как делать арахисовую пасху, можете посмотреть на канале моего товарища Гризли Бир. Ссылку я дам внизу под этим видео. И всем желаю приятного просмотра. Ладно, как будто бы все прозвенело. Ай, опять передержал. Без тряпочки вообще не обойдешься. Ну все, смотрите, что у меня получилось. Передержал я 2 минуты. Вот так вот сывороточный концентрат вот так свернулся. Как бы вам это красиво все показать. Ну, в общем-то, ребята, давайте теперь подведем итог нашего эксперимента. Он меня не переубедил в том, что продукция компании Суперсет отличного качества. Кто с собой согласен, ставьте лайки. Единственное, если у вас что-то не получилось, это зависит только от сырья, которое они закупают у поставщиков. Так что в любом случае за сырье отвечает не производитель спортивного питания, а поставщик. Итак, сейчас я разложу по номерам то, что у нас получилось. Результаты нашего эксперимента. Что-то у бедного лактамина 80, у которого 80% белка, или у него структура белка такая мелкая, как творог, меньше всего белка получилось. Козелок натрия я так и оставлю, потому что не буду я созгребать не все. И первый участник. Все аккуратно вытянули. Итак, ребята, вот такой у нас получился эксперимент. Первая вот такая вот медаль у нас получилась из яичного, сухого, обессахаренного белка. Я подозреваю, что в нем больше всего белка в этом сырье. И продукт, приготовленный из этого сырья, я так подозреваю, наиболее эффективный для тренирующихся. Вот такая структура получилась у белка казеината натрия. Я не знаю, теперь кружка эта будет пригодна или нет. Чтобы из нее чай пить. Могу ли я оттереть этот белок у него все, как деревянный стал. Третий у нас был луктамин 80. Несмотря на то, что порция белка, что у яичного, что у луктамина была одинаковая для испытаний. На результате у нас получился вот такой вот творожок у луктамина 80. Естественно, звонить нужно именно тогда, когда я работаю. И четвертый у нас концентрат сывороточный белковый. Полученный методом ультрафильтрации. Вот тоже достаточно такая упругая творожная масса получилась. Подозреваю, что из него продукт, который они приготовляют, суперсет из этого сырья, тоже эффективный. Ну вот, ребята, и все на сегодня. Может быть, это все получилось так вот скомканно. Не так презентабельно, как в фешенебельных отелях. Но я старался для вас показать те виды сырья, которые мне предоставили. Показать, что из них получается под воздействием температуры. Где белок, где много белка, где клейстер вот такой получился. Но в любом случае, даже если и белка немного, то в любом случае есть. Кстати, где заявлено 80% белка в сырье. Вот с черпака вот столько белка получилось. Свернувшегося. А где сыворотка, в которой написано 55% белка. Из черпака вот сколько белка получилось. Практически в два раза больше. Так что судить о результатах, я думаю, вам. Я на этом хочу с вами попрощаться. Всем хочу пожелать удачи. Любите, балдейте и верьте в завтрашний день. А мы с вами увидимся на канале Домашняя Качалка уже скоро. Всем пока.